Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринис. И сегодня я хотел бы показать вам моё пятое видео к теме катастрофы в дебюте. Причиной катастрофы в дебюте всегда является грубая ошибка. Но, тем не менее, партии могут быть очень поучительными. Сегодня я покажу вам 4 партии, начатые одним и тем же ходом белых. Конь b1c3. Этот ход не такой безвредный, как он кажется. Часто партии переходят в другие дебюты. Иногда они имеют самостоятельное значение. Это начало относится к категории Неправильное начало. И в первой партии Крайнак против Навары Игранной Воло Муци Чешская республика в 1998 году. Чёрные ответили ходом d5. Сегодняшний гроссмейстер Давид Навара из Чехии Ило 2722 был тогда 13-летним мальчиком. Е4 ДЕ Хороший ход Конь бьёт на Е4 Конь d7 Как в защите каракан Вариант стейница Но без хода чёрных c6 А также пока без хода белых d4 Слон c4 Конь g на f6 Белые сыграли конь g5 У белых была возможность сразу пойти Слон бьёт f7 шах Король бьёт f7 Конь g5 шах Король g8 Конь e6 Ферзь e8 Конь бьёт c7 Ферзь g6 Конь бьёт a8 Похожий вариант есть в защите филидора Белые выигрывают материал Но у чёрных есть контр-игра Так как белые отстают в развитии Например, b6 Но если сразу бить на g2 То белые сыграют ферзь f3 Ферзь f3 Конь c5 Д4 Слон b7 Ферзь g3 Слон бьёт g2 Ферзь бьёт g6 Ферзь бьёт g6 hg dc Слон бьёт h1 Конь c7 bc С примерно равной игрой После конь g5 После конь g5 Последовала конь e5 Хороший ход Слон b3 Слон g4 Ф3 Слон h5 Позиция уже равная Ферзь e2 Конь c6 Ферзь b5 Ладья b8 Защищая пешку Конь e2 e5 d4 h6 И белые пошли Де Чёрные ответили a6 Ферзь a4 b5 И у белых нет полей по 4-й горизонтали, потому что на ход ферзь f4 или ферзь h4 с темпом идёт взятие на g5 Белые сыграли ферзь a6 У них была одна возможность, которую они, возможно, не увидели Слон бьёт f7 шах После слон бьёт f7 Конь бьёт f7 Король бьёт f7 Ферзь f4, связывая коня Конь бьёт e5 Ферзь бьёт e5 Слон d6 Ферзь c3 Ладья e8 Хотя здесь у чёрных за пешку сильная атака Белые пошли Ферзь бьёт a6 И после хода чёрных Ладья b6 Белые сдались У ферзя нет ни одного поля для отступления В следующей партии Ретео гальби Чемпионат Южной Франции 2009 года После конь c3 чёрные ответили c5 Белые сыграли e4 И получилась позиция из сицилианской защиты Конь c6 Слон b5 Закрытая система Сицилианской защиты с ходом Слон b5 Конь d4 Слон c4 g6 Возможно было e6 g6 Конь f3 Слон g7 Рокировка e6 После этого хода Можно увидеть слабость чёрного поля d6 Конь бьёт на d4 cd Конь b5 Прицеливаясь к полю d6 На ход, например, d6 Белые бы сыграли c3 И у них лучшая позиция На конь b5 Чёрные ответили d5 Последовало e, d, e, d Слон бьёт d5 Нельзя бить слона из-за вилки Конь c7 Шах a6 Ферзь f3 Нападая на f7 И защищая слона Конь f6 Ладья e1 Шах Король f8 Ферзь a3 Шах Король g8 И здесь сильный ход Слон бьёт f7 Шах Чёрные сдались Могло последовать Король бьёт f7 Конь d6 Шах На f8 На Белые играют Конь бьёт b7 И выигрывают ферзя Шах После король g8 Следует ферзь b3 Шах И на король f8 Ферзь f7 Мат В следующей партии Бауэр против международного мастера Юрия Бойдмана Сыгранная в Меллингене в Германии в 2000 году После К3 d5 e4 Чёрные сыграли d4 Конь e2 e5 Хороший ход Конь g3 Слон e6 Также хорошее продолжение Конь f3 Конь d7 c3 c5 Слон b5 Слон d6 Ферзь e2 a6 Слон c4 Слон c4 Ферзь c4 Конь e7 Позиция примерно равная, но чёрные имеют перевес в пространстве Конь g5 Рокировка Конь e6 Белые думали, что они выигрывают пешку После фе Ферзь e6 Шах К h8 Ферзь b6 Но международный мастер всё предусмотрел Ладья f6 И Белые сдались Их ферзь потерян В следующей партии Хербальд Хербальд против Майера Сыгранные в Германии в 2002 году Черные после c3 d5 e4 dE Конь бьёт на e4 Сыграли Ферзь d5 После c3 Ферзь a5 Возникла позиция из скандинавской партии b4 Гамбитный вариант После ферзь бьёт b4 Белые пошли К b5 Ферзь Чаще играют Ладья b1 Ферзь d6 У белых есть компенсация за отданную пешку После К b5 Ферзь a5 С4 c6 Грубая ошибка После хода К f6 Черные имели лучшую игру А после c6 Белые ответили Слон бьёт f7 Шах Король бьёт f7 Ферзь h5 Шах Белые используют противостояния двух ферзей на одной горизонтали Например, на g6 последовало бы сразу К d6 Шах e d Ферзь бьёт a5 И другие ходы также не помогали чёрные чёрные пошли К f6 С b2 Шах e5 С b5 Шах К e6 К c7 Шах К d7 И в конце К тому же последовал ферзь e8 Мат Это было моё видео Пятое видео по теме дебютные катастрофы Надеюсь, оно вам понравилось Если это так, комментируйте, пожалуйста, видео в YouTube До свидания, до следующих встреч!